Здравствуйте! Я хочу коротко напомнить, что слушатели нашей региональной группы приезжают в Москву на учебу три раза в год на такие 10-дневные учебные циклы. И таким образом основной формат занятий в нашей региональной группе тоже очный. И перед каждым таким учебным циклом в Москве мы посылаем им еще блок занятий в записи для самостоятельного просмотра и изучения. На самом деле, благодаря такому удобному и эффективному формату, каждый год к нам в цветущую планету приезжают коллеги из самых разных регионов. И в этом году в нашей региональной группе учились 24 человека. Некоторые наши региональные коллеги не всегда могли в полном объеме присутствовать на очных аудиторных занятиях. Но, тем не менее, они имели возможность посмотреть их в прямом эфире или в записи. Кроме аудиторных занятий, в весеннем третьем учебном модуле у нас есть возможность показать нашим региональным коллегам некоторые сады цветущей планеты, в которых мы проводим практические занятия и мастер-класс. И вот сегодня региональная группа приехала в один из садов цветущей планеты как раз на такое занятие. А вчера в этой группе состоялись защиты и презентации их ландшафтных проектов. И вот с итогами этой работы мы вас сегодня и хотим познакомить. Светлана Литвинчук, я приехала из Нижнего Новгорода, моему саду уже 36 лет. И у меня очень много знаний, как мне казалось, и я приехала в цветущую планету для того, чтобы их структурировать, для того, чтобы понять современные тенденции, ну и получить ответы на свои вопросы. И еще большим плюсом для меня явилось то, что это диплом с правом преподавания. Так как я являюсь доцентом Нижнего Новгорода, то я думаю, ну то есть для меня это не новая будет профессия, но просто это будет о том, что я люблю. Обучение очень понравилось. Понравились вот эти вот емкие наполненные блоки, потому что предельное максимальное количество информации, которое можно было получить, причем до конца дня мы не уставали, нам хотелось еще и еще. Очень привлекательное вот это само пространство, энергия преподавателей, наших коллег, которые пришли с таким же настроением, которые тоже хотят знать. И вот их пытливые вопросы, да, даже были для меня новыми. Поэтому огромное спасибо. И, конечно, получили большое количество направлений в своем дальнейшем приложении. И я уже сказала вот Маргарите на экзамене, что была какая-то своя дорожка, а сейчас открылось столько горизонтов, что можно идти и выбирать любой. Поэтому большое вам спасибо. И хотим приехать к вам еще, придумывать еще какие-нибудь программы новые. Добрый день. Меня зовут Гарпинченко Марина. Я приехала из города Новый Уренгой. Это район Крайнего Севера. «Цветущую планету» я выбрала, потому что она предлагает не обычные условия обучения, не просто онлайн, а обучение с практическими занятиями. Это меня привлекло. И вот я здесь. А вообще я выбрала ландшафтный дизайн и дизайн сада, потому что люблю растения и хочу немножечко украсить наш северный суровый регион. «Цветущая планета» меня познакомила со многими растениями, с технологиями, с уходом за растениями, с оформлением участка. Большое спасибо. Процветание и удачи. Здравствуйте. Я из города Барнаула. Меня зовут Неруша Анастасия. Для меня это, наверное, второе осознанное образование, потому что три года назад я не думала, что меня так затянет в ландшафт. С радостью почувствовала себя снова ученицей. Педагогический состав «Цветущей планете», конечно, замечательный. Люди все знающие, с богатым опытом, которым они готовы делиться, самое главное. Очень узкоспециализированные, направленные специалисты, к которым можно обратиться в любое время. И находясь за тысячи километров, всегда получаешь обратную связь. Информации очень много, она очень качественная. Наш коллектив — это очень душевные люди. Очень рада была с ними познакомиться. Надеюсь, мы теперь стали частью этой маленькой «Цветущей планеты» или даже большой. Будем общаться. Спасибо вам большое. Меня зовут Анастасия Королева. Я из города Орел. Я приняла решение учиться в «Цветущей планете», потому что решила связать свою жизнь с ландшафтным дизайном и с уходом за садом. Мне очень понравилась программа обучения. В первую очередь подкупила, что есть большое количество практических семинаров, занятий, мастер-классов по моделированию пространства, цветников. Очень понравилась подача материала, большое количество примеров фактически выполненных объектов. Очень понравилось то, что все преподаватели сами по себе дизайнеры с большим опытом. Также отдельная изюминка центра, что преподаватели сами выходцы, ученики этого обучающего центра. Это подкупило. У нас была прекрасная доброжелательная атмосфера. Нам все преподаватели помогали работать над нашими выпускными проектами. Я прошла большой путь обучения и в своих знаниях, и полностью уверена. Поэтому очень хочется, конечно, чтобы было больше практик, чтобы нас привлекали к каким-то сезонным работам. Но так как мы из региональной группы, в этом есть небольшие сложности. Но нам не отказывают в помощи, в поддержке. И мы с этим центром не прощаемся и поддерживаем добрые, теплые отношения. Долгополова Екатерина, с Архангельской области, город Котлас. Цветущую планету попала осознанно. Готовилась заранее, узнавала очень много информации. Очень хотела поучиться. И я очень рада, что сюда попала. Потому что Цветущая планета все-таки всем моим разрозненным знанием дала координаты, определенный вектор, направление, как мне правильно дальше работать. Дала очень много знаний, которых мне не хватало. И я очень довольна. Теперь у меня есть мой проект. Я теперь буду дальше жить и радоваться, что я все-таки училась. И получилось столько много отличных знаний. Добрый день. Меня зовут Гусева Наталья. Я из Санкт-Петербурга. По профессии я никак не связана с ландшафтом. Я юрист. Но, наверное, какая-то творческая начало всегда во мне жило. И я очень рада, что Цветущая планета встретилась мне как раз на том этапе, когда, наверное, я уже созрела внутренне каким-то переменам для себя. И я очень благодарна всем преподавателям Цветущей планеты за такую возможность прикоснуться к прекрасному, увидеть результат работы, воплощение идей в садах. И это очень вдохновляет. Наверное, после этого обучения у меня, наверное, пропадет вообще какой-то страх уже перед тем, чтобы самостоятельно заняться, какие-то перемены в свою жизнь пустить и начать, наконец, воплощить свои идеи в свое посаду. За основу своего дипломного проекта я взяла свой участок. Первоначально у меня не было совершенно никаких мыслей вообще, с какой стороны приступить к реализации, да, и как воплотить свои идеи. И благодаря учебе в Цветущей планете все, наконец, стало по полочкам, появился четкий план действий. И сейчас у меня нет страха. Я понимаю, как уж, по крайней мере, в моем саду я воплощу, сумею воплотить те идеи и свои задумки. Я очень рада, что окончания в учебной Цветущей планете как раз связаны с началом сезона весеннего весны. И, наверное, теперь, имея определенный багаж знаний за спиной, я смогу, вернувшись домой, воплотить свои идеи и реализовать их в саду. Здравствуйте, меня зовут Настя. Я проживаю в Москве, но мой сад находится в регионе, в Брянске. Это наш семейный сад, и долгие годы мы его как-то реализовывали самостоятельно. Но это все не то в сравнении с тем, что мы посмотрели на Ютубе видео, когда как раз страничка этой школы. И меня просто поразили эти сады, и я не понимала, как это вообще делается. И вот спустя год обучения я сейчас смотрю уже на эти сады, и я понимаю все. И вот это изумительно. Это получился как-то такой процесс очень плавный, который я не заметила. Но теперь всю эту реализацию я осознаю и понимаю. И вот сейчас как раз сезон начинается. И благодаря вот этому обучению я сейчас приеду, и мы приступим к реализации долгожданной. Спасибо большое. Меня зовут Ермолаева Елена. Я из города Орел. В «Цветущей планете» я не случайна. Я заинтересовалась программой регионы. Мне это очень удобно. Обучение блоками. Приезд в Москву на какой-то промежуток времени, где ты можешь полностью погрузиться с головой в вопросы ландшафтного дизайна. Это очень вдохновляет. Ты приезжаешь наполненными мыслями, идеями, и начинаешь их реализовывать. В «Цветущей планете» чем мне нравится общение с преподавателями, что они стараются дать нам не только теорию, но и они честно, открыто делятся с нами своими ошибками, которые неизбежны у всех у нас. И это очень ценно, что ты можешь на примере других людей понять, где тебе можно переступить, и не допустить такие же ошибки. Это важно и ценно. И также они внушают уверенность. Фактически все преподаватели говорят, не бойтесь, действуйте, идите вперед, у вас все получится. И действительно ты после этого приезжаешь и веришь, что у тебя все получится. За это огромное спасибо. И, как сказал Дмитрий Львович, вы теперь наши. Очень приятно, что мы теперь ваши. Я приехала с города Южно-Сахалинска, Сахалинской области. Почему выбрала? Долго выбирала, куда пойти учиться. Я хочу повысить свои знания в ландшафтном дизайне. Мне наиболее интересно показалась программа «Цветущая планета», поэтому я выбрала эту школу. Я получила много знаний в «Цветущей планете» и получила много новых знакомств. Я познакомилась с замечательными людьми. Это преподаватели школы, это мои коллеги, соучастники, студенты. Мы провели замечательное время, много общались, получили много знаний. У всех разный уровень подготовки, но все равно и я, и подруги, которые со мной делились своим мнением о школе, они сказали, что они тоже очень много почерпнули. Для меня дальше это наращивание моих знаний, потому что я еще новичок в этом деле. Но в школе, по крайней мере, я получила понимание, куда дальше я могу развиваться, какая отрасль этой науки мне наиболее интересна. Поэтому дальше я буду и практику приобретать где-то, возможно, у себя, и дополнительно дальше учиться. Мне, в частности, интересно проектирование. То есть я буду углубляться в этом направлении. Ну и, конечно же, применять уже для начала, для друзей, для себя, а потом, может быть, уже и на профессиональной основе. Добрый день, меня зовут Илья Протасов. Я из города Костромы. Цветущая планета меня очень сильно заинтересовала своей практической направленностью. Мы много где можем подчеркнуть теорию в наши дни, но именно практики очень сильно не достает. А здесь преподаватели готовы делиться своим жизненным опытом. Плюс многие студенты имеют какой-то опыт, который тоже им делятся. Конечно же, меня сюда привела работа над собственным садом, который сейчас находится в подготовительном состоянии перед работами. Сад, который мне достался, был абсолютно не разбит на зоны. Это была чистая земля, бывшие сельхозугодья. Был выстроен нами дом, и сейчас подошла очередь к заполнению пространства более приятными вещами, чем бурьяном. Благодаря занятиям я разрешил открыть для себя простор для фантазии и разрешил помечтать, наверное. В итоге родился проект, родился с нуля, родился полностью. И все это благодаря плотной работе с преподавателями, с коллегами. Были долгие обсуждения после занятий, были обсуждения в чатах, были индивидуальные консультации с преподавателями. И каждый понемножку вносил свою лепку. И в итоге, да, проект стал выглядеть очень законченным. И действительно хочется вкладывать и силы, и время в его реализацию. Спасибо всем большое! Доброго дня! Меня зовут Елена. И я приветствую всех с берегов реки Волги. Я из Самары. И сейчас привет из Москвы, из цветущей планеты, где подошло к концу обучение, чему, с одной стороны, я очень рада, с другой стороны, в какой-то степени грустно, потому что это было очень интересное время, насыщенное, где-то непростое, потому что пришлось пропустить через себя огромный объем информации, но все было важно, нужно, интересно, а главное, практика применима. Целью моей поездки, конечно же, было вникнуть в сферу ландшафтного дизайна и садоводства. И итогом обучения стал план моего собственного сада, который начал свое существование несколько лет назад, но сейчас я уверена в том, что он будет реализован целиком и полностью благодаря знаниям, которые были получены здесь. И хочется пожелать всем тем, кто в той или иной степени интересуется садами, интересуется ландшафтом, интересуется уходом, свой интерес, не оставлять на задворках, не оставлять как-то его в каком-то таком вольном плавании и надеяться на свободное время, а погружаться в эту сферу, не бояться этого. Сфера очень интересная, перспективная во всех смыслах. И если это нравится, если это интересует, почему бы не попробовать сделать это делом своей жизни? Спасибо. Здравствуйте. Я Савельева Анастасия. Я из города Владивостока. Для меня самое привлекательное было эта форма обучения, именно наличие очных блоков, потому что и их такие плотные, но короткие, удобные отрезки, потому что ты можешь полностью окунуться в процесс обучения, пообщаться с преподавателями, с своими сокурсниками. Это живое общение, которое еще больше заряжает, вдохновляет. Удобное время пребывания в Москве. Мне очень нравится, что это регионы, что это такая большая география, все люди разные, условия у всех, условия проектирования разные. Ну и в целом вообще за это время, за три блока, за этих нашего совместного времяпрепровождения мы очень сдружились. И я думаю, что обязательно будем общаться как и с однокурсниками, одногруппниками, так и с преподавателями. Я еще хотела сказать, что все преподаватели разные, у каждого свое индивидуальное видение и подходы к проектированию. Это тоже очень интересно. Оно также помогает формулировать свою насмотренность, формировать свою насмотренность. А также еще хотела сказать спасибо за возможность посетить такие разные сады преподавателей и учеников «Цветущей планеты». Здравствуйте. Меня зовут Логинова Елена. Я приехала на учебу в «Цветущую планету» из города Санкт-Петербург. Почему я выбрала? Ну, во-первых, мне порекомендовали. Порекомендовал человек рядом живущий, который в этой теме уже очень давно с профессиональным уровнем. Я хотела именно не онлайн обучение, потому что у нас в Петербурге есть достаточно успешные школы маншафтного дизайна. Мне важно было живое общение. Живое общение с преподавателями, с сокурсниками. Это очень большое значение имеет, ну, по крайней мере, для меня. Мы не молодежь, мы еще привыкли к общению к живому. Позитивное общение. Классная команда собралась у нас в этом году. Преподаватели с высоким уровнем. И очень сильно меня поразило то, что, в принципе, преподаватели сами заканчивали эту школу. То есть у нас у всех, скажем, есть шанс прийти сюда преподавать. Все было очень здорово, все было на высшем уровне. Я довольна обучением. Коклина Ольга из Санкт-Петербурга. Попасть в цветущую планету, на самом деле, мне хотелось давно. И сделать это, наверное, надо было еще, мне кажется, лет 15 назад, когда мне попались сады Константиновой в каком-то журнале. Я даже, наверное, знаю, в каком сад своими руками, кажется, решет в этом духе. Но что-то как-то все не складывалось, не складывалось. И вот в прошлом году я все-таки решила осуществить свою мечту. И вы знаете, я, в общем, как бы не разочаровалась. Совершенно прекрасные преподаватели работают. Маргарита, Натария, Вероника. Абсолютно прекрасная команда. С моим садом сложно, потому что он очень старый. И он практически весь засажен. И, в общем-то, по большому счету, он сформирован. Но кое-что я, конечно, изменила. У меня были мысли по организации площадки за дом. Сейчас она более-менее как-то в его какую-то форму. Ну и пару вопросов мне прояснила Маргарита, в общем-то, по организации каких-то мест в саду. Так, по большому счету, да, что-то пересаживать придется. Компоновать, пересаживать. Потому что что-то новое сделать довольно сложно. Оно сформировано просто. Выросло, сформировано. Только стыльги. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я из города Ярославль. Волей случая, в прошлом году, осенью, я стала обладателем участка Если еще как-то с домом я справлялась, то не хотелось наломать дров и сделать дизайн участка и все работы по участке, по правилам. Поэтому в новогодние каникулы я села и целенаправленно занялась поиском учебного центра. Натолкнулась на большое количество видео с материалами Светущей планеты. Они меня заинтересовали. Еле дождалась окончания каникул новогодних, чтобы позвонить Дмитрию Львовичу. К счастью, возможно было присоединиться к региональной группе, и я присоединилась к ней уже на втором блоке. Очень интенсивно у меня проходила подготовка к нему. Мне прислали материалы первого блока. Я их отсматривала и ночью, и в обед. В общем, была очень занята. Хотелось догнать основную группу, ничего не упустить. Второй блок тоже был очень насыщенным. Очень понравилась именно интенсивность подачи материалов и большое ее разнообразие. В общем, я с радостью оканчиваю этот курс. Ну и надеюсь, что не наломаю дров на своем участке. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Лазарева. Я работаю озеленителем в научно-исследовательском институте. Так как раньше я работала просто рабочим, потом меня повысили до должности мастера. И наше руководство рекомендовало мне пройти обучение на ландшафтного дизайнера, потому что территория у нас большая, у нас много цветников, газоны, зеленые различные насаждения. И не хватает просто, так скажем, профессионализма, чтобы профессионально ухаживать, проектировать цветники. И вот так вот получилось так, что я попала в цветущую планету. Я долго выбирала, куда мне прийти. И я очень рада, что попала в цветущую планету. Во-первых, мне было удобно обучаться за счет то, что вот эта модульная система, можно приезжать на занятия и полностью погружаться, так сказать, в учебный процесс. Не скажу, что мне все прям давалось легко, информации очень много. И сразу это идет погружение в обучение. Но я считаю, что я стала на ступень выше. Я уже приезжаю на работу, я вижу, что мне нужно сделать. Я не в растерянности, не стою над цветником. Уже все, все знаю. Спасибо большое цветущей планете, всем преподавателям, коллегам по группе. В общем, я знаю, что я могу всегда обратиться потом с вопросами. И никогда эти вопросы не останутся без ответа. И в заключении от лица всей команды Цветущей планеты я хочу сказать спасибо всем нашим региональным слушателям за доверие к нашим программам, за творчество, за труд и веру в свои силы. И до новых встреч в Цветущей планете на страницах нашего видеожурнала «Сады в отличной форме», на занятиях и в садах. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok